Восемь долгих лет прошло с момента, когда Кубок страны по хоккею на траве был завоёван брестской командой «Строитель». Затем последовала долгая затишья, а в прошлом году в её составе произошли значительные изменения. Пришёл новый директор, главный тренер, обновился состав игроков. У клуба открылось новое дыхание. Результат не заставил себя ждать вторые на чемпионате страны победители Кубка, победители Суперкубка. А потому в Управлении спорта и туризма, где проходило чествование команды, вспоминали яркие моменты и не скрывали эмоций. Ребята, когда радовались, Кубком разбили меня, шрам меня сразу увезли зашивать. То есть эмоции были очень высокие. Мы последний раз, наверное, в 2014 или 2013 году выигрывали. Мы в этом году начали пробовать более атакующую игру, и оно свои плоды приносит. Спорт – это тяжёлый труд, запредельные физические нагрузки, изнурительные тренировки, долгие разлуки с семьёй и напряжённый график. Вот цена, которой достаётся победа, и об этом хорошо знают члены команды. Огромная ответственность лежит и на плечах тренера. Успех игры во многом зависит от него. Ребята все знают свою задачу. Мы поменяли тренировочный процесс и шли вместе планомерно к результату своему. Не скажу, что мы сразу начали выигрывать, всех побеждать, но шаг за шагом постепенно мы начали добиваться того, что в первую очередь мы начали уже выигрывать у Минска. То, что у нас, если сравнить, допустим, с предыдущим годом, то у нас серия плей-офф закончилась просто двумя поражениями. Мы два раза проиграли и всё. А в этом году мы довели это до пятого матча, то есть это уже большой успех. Если брать в расчёт, где я играл в гомельской команде и в спортивном клубе «Стратик», конечно, здесь есть ребятам, серовитые, которые в своё время поиграли тоже в разных клубах, и то есть у них можно брать смело пример. Другой подход, другие тренировки. Следующий серьёзный турнир состоится в Минске в середине ноября. В новом сезоне есть все шансы достойно показать себя на европейской арене. А до этого есть ещё время собраться с силами и показать хороший результат.